В 1966 году вышло постановление Совета Министров СССР номер 606 о создании универсально-пропашного трактора мощностью 75-80 ЛС тягового класса 1,4. Такой трактор конструкторы создали путем модернизации трактора МТЗ-50, присвоив ему маку МТЗ-80-82. В конструкцию этого трактора кроме повышения мощности серийного двигателя было внесено значительное количество усовершенствований. В 1972 году завершились государственные испытания трактора МТЗ-80-80Л с электростратерным запуском и пусковым двигателем. Испытания показали, что количество агрегатируемых с трактором машин и орудий увеличилось до 230 наименований. Высокая скорость, до 35 км в час, дала возможность более рационально использовать трактор на транспортных работах. В 1974 году завод приступил к серийному выпуску МТЗ-80. Трактор был задуман как базовый с учетом разработки на нем нового семейства унифицированных энергонасыщенных тракторов как колесных, так и гусеничных. Основными отличиями трактора МТЗ-80 от трактора МТЗ-50 были следующие. В коробке передач был установлен понижающий редуктор, удваивающее число передач, 18 передач переднего и 4 передачи заднего хода. В муфту сцепления были введены демпфирующие пружины. Была изменена конструкция маховика. Он стал плоским, что улучшило вентиляцию всего отсека муфты и очистку полости от продуктов износа трущихся поверхностей. Введен ходоуменьшитель, шестеренный редуктор, обеспечивающий расширение скоростного диапазона трактора. Его применение позволило трактору двигаться со скоростями до 1,3 км в час, претерпело изменения и автоматическая блокировка дифференциала заднего моста. Теперь блокировка могла осуществляться на ходу трактора. Изменение конструкции привода заднего ВОМ позволило получить две частоты вращения вместо одной, модернизированной гидронавесной системы. Она оснащена гидроувеличителем сцепного веса, ГСВ, силовым и позиционным регулятором. Грузоподъемность системы повышена до 2000 кг, вместо 1500, за счет повышения давления в системе со 130 до 160 кг. Слеш СМ-2 Модернизацией двигателя занимался Минский моторный завод. Двигатель имел две модификации с запуском от электростартера. Частота вращения коленчатого вала была поднята до 2200 обслеж минуты.